Друзья, всем привет! С вами Степан Маслов. Мы находимся в мотомастерской Heavy Duty. Сейчас вы увидите, чем занимаются стандрайдеры в зимнее время года. Пойдем покажу. Итак, друзья, сегодня я хочу вам рассказать немножко о стантерской жизни вне площадки, вне шоу, вне соревнований. Как все это происходит именно тут в гаражах, как мы чиним мотики. В этот раз задача, как всегда, непростая. Уложиться с ремонтом нам надо в неделю. А в неделю почему? Потому что, в принципе, у мотоциклистов все самые бредовые мысли приходят зимой. И на той неделе мне позвонил Межган, мой брат, и сказал мне, что есть крутая тема, на которую срочно нужно успевать. И поэтому мы должны за неделю кое-как, ну не кое-как, мы на самом деле будем делать хорошо, но уложиться надо в неделю. Да, могу сказать, что у Степана все намного лучше, потому что я еду на мотике, на котором я буду ездить там первый раз в жизни. И мне надо будет, наверное, поставить рекорд России. Это моя старая мечта, на самом деле. Мне немного пофиг на рекорд, это будет гонка с самим собой. Ну, а с кем же еще? У меня тоже влагение шипы, подготовка мотики, в общем. Но мы вроде едем, вроде все хорошо, поэтому все должно быть в любви. Конкретные повреждения этот мотоцикл получил на последнем выступлении прошлого сезона. Мы закрывали Raceport, известная стантерская и дрифтерская площадка нашего города. Там проходил такой прикольный контест, называется он Kids the Wall. Машина в дрифте должна как можно ближе подъехать к бетонному блоку, да, и если будет круто, немножко его коснуться. Ну, естественно, я там немножко подзакуражился, решил тоже подцеплять стену. Поскольку вообще стантеры, они очень дамежно, мы очень любим все выступать с дрифтерами. После них обычно остается просто черное поле от резины. Тачки налетят, ну, непонятно куда, тот бывает. Да, 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 и вся эта дичь, короче говоря, налипает на колеса. И в этот раз произошло все то же самое. У меня слезнуло мотик, и вот этой части он попал в бетонный блок, ее, естественно, надорвало. Так, конкретно, что мы делаем сегодня? Сейчас нам надо все это быстро исправить. Целиком полностью изготавливаем задний бугель. Вот мой старый. Его уже неоднократно рвало в этих местах. То есть, его три раза варили, по-моему, если я не ошибаюсь, и он уже, в принципе, его можно только на помойку выкинуть. Поменять все масла и поменять все тормозные жидкости на новые, потому что туда, куда мы едем, там температура примерно минус 1000 градусов. И все должно быть там в нормальном состоянии. Плюс перебираем механизм сцепления, потому что там тоже есть небольшие проблемы, которые нужно устранить. И, соответственно, ставим зимний комплект колес. Раскрою небольшой секрет, там, естественно, будет лед, и мы будем ездить на шипах. На все про все у нас 5 дней. Все как всегда. Так что, друзья, если мало ли вы задумали заняться стандрайдингом или дрифтом на мотоцикле, будьте готовы к постоянным ремонту. Вот сейчас они мне позвонили, сказали, на моем мотоцикле полгнуты перья на подвеске. На Хави-Яби? На Хайбусе 2,7 мм. А у меня сейчас как бы меняет масло, понял, в ней. И вот тоже непонятно, что везти их в ремонт или ехать на таких. Короче, все как обычно. Короче, все как обычно. И вы должны быть готовы к практически постоянному проживанию в гараже. Вы должны уметь крутить гайки, знать немножко механику мотоцикла. Короче, должны быть, по большому счету, готовы ко всему. Я надеюсь, что следующая локация с этим мотоциклом будет с красивого места. Там намечается дикая движуха. Не хочу сейчас открывать всех карт, говорить, что это и где, но надеюсь, что все будет здорово. Нет.